Ученые обнаружили суперструктуру, которой не должно существовать. Кольцо из галактик. Что такое проблема двойных планет? Найден неизвестный объект, который то ли странная черная дыра, то ли необычная нейтронная звезда, а то ни то и ни другое. Обо всем этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас в 149 выпуске Астрообзора. Ну а я Андрей и вы на канале Космос Просто. Ученые обнаружили во Вселенной суперструктуру, которой не должно существовать. По крайней мере при условии, что наши современные представления об устройстве Вселенной верны. Представьте себе, гигантское кольцо из галактик. Я недавно уже вспоминал, как в Футураме Фрай перемещал звезды, а тут целые галактики и скопление галактик в форме кольца. Как это возможно? Это так развлекались сверхразвитые цивилизации? Баскетбол в стиле Гурен-Лаган? Иногда может сложиться впечатление, что что-то у нас больно часто появляются открытия, которые ставят под угрозу современные теории. Но никто и не говорит, что они идеальны. У теории большого взрыва, у стандартной космологической модели есть ряд известных проблем. Я о них регулярно рассказываю, и задача ученых эти проблемы решить. Но когда появляются вот такие несостыковки, это не значит, что все плохо. Наоборот, это может привести нас к более глубокому пониманию устройства Вселенной. А то и к пресловутой новой физике. Но что там открыли, и в чем проблема? На самом деле тут все еще более странно, чем одна суперструктура. Итак, на расстоянии в 9,2 миллиарда световых лет от нас ученые обнаружили ранее неизвестную структуру и назвали ее Большое Кольцо. Выглядит эта структура как достаточно ровное кольцо на небе. Правда, после детального анализа данных оказалось, что это не замкнутое кольцо из галактик, из скоплений галактик, а скорее такая завитушка, небольшой кусок пружины, который к нам расположен таким образом, что выглядит как кольцо. В диаметре эта структура примерно 1,3 миллиарда световых лет. И обнаружили ее скорее косвенными методами. Некоторые другие известные крупные структуры открывались с помощью изучения распределения галактик во Вселенной. Там буквально мы наблюдаем галактики, смотрим, где они находятся, составляем трехмерную карту и видим всякие структуры. Здесь же открытие было сделано немного иначе. Для него использовался не свет самих галактик, а свет от еще более далеких квазаров, которые проходят через скопление вещества, и это отражается в спектре, который мы получаем. Так тоже можно составить карту распределения вещества, то есть галактик и скоплений галактик. Но если бы это кольцо из галактик не было таким тусклым, и мы могли бы его увидеть своими глазами на небе, то оно имело бы диаметр 15 дисков полной Луны. Напомню, что расстояние до него 9,2 миллиарда световых лет. Ну что не так с этой структурой? Ну в принципе то же самое, что и с другими слишком большими структурами. Только тут ситуация еще и усугубляется. Одно из важнейших положений наших современных представлений о Вселенной это космологический принцип, о котором мы не раз говорили. Согласно этому принципу Вселенная должна быть однородна и изотропна. То есть на больших масштабах она должна быть примерно одинаковая повсюду и во всех направлениях. Да, естественно на масштабах небольших вещество распределено неравномерно. Есть планетные системы, галактики, в которых в одних областях звезд много, а в других мало. Есть скопления галактик, а есть войды, где вещества намного меньше. Однако чем больше масштаб, тем более однородным должно становиться распределение вещества. Как вот тут мы видим галактические нити и пустоты между ними. Но когда мы увеличиваем масштаб, все это уравнивается. Так вот на больших масштабах, на которых находится это кольцо, таких ярко выраженных структур, которые отклоняются от общей однородности Вселенной, согласно современным представлениям, по идее, не должно существовать. Но вы скажете, ведь есть и другие крупномасштабные структуры, вроде стен из галактик. И они могут быть даже еще больше. Так оно и есть. Но, во-первых, эти большие структуры являются точно такой же проблемой для стандартной космологии. Во-вторых, особенность кольца еще в том, что оно очень далеко. К примеру, Великая Стена Слоана в длину примерно сравнима с диаметром Большого Кольца. У того, правда, длина окружности это намного больше, но все же. Зато расстояние до Великой Стены всего 1 миллиард цветовых лет. А вот до Большого Кольца 9,2. То есть мы еще и наблюдаем кольцо в гораздо более молодой Вселенной. Тогда наблюдаемая Вселенная была меньше. А с тех пор она еще и успела расшириться примерно в 1,8 раза. Так что в более молодой Вселенной такие огромные структуры еще более странные. Кстати, тут возникает опять эта типичная путаница, что якобы раз расстояние до нее 9,2 миллиарда световых лет, то и наблюдаем мы ее 9,2 миллиарда лет назад. Тут мне даже как обычно попалось, что в одних новостных статьях пишут 9,2 миллиарда лет назад, а в других про расстояние. Но мы-то знаем, что это не одно и то же. Это для относительно недалеких объектов это примерно то же самое. Мы вполне можем говорить, что раз до галактики Андромеды 2,5 миллиона световых лет, то мы видим ее такой, какой она была 2,5 миллиона лет назад. Но когда речь о таких огромных расстояниях, надо уже учитывать расширение Вселенной. И если это сделать и посчитать, то мы узнаем, что при нынешнем расстоянии в 9,2 миллиарда световых лет, свет оттуда отправился до нас всего 6,9 миллиарда лет назад. То есть примерно когда возраст Вселенной был половину от нынешнего. Но пока эти миллиарды лет свет до нас летел, Вселенная успела расшириться и наспаунить в этом отрезке еще 2 с лишним миллиарда световых лет пространства. Жаль, что моя квартира так не расширяется. Короче говоря, уже сама по себе эта структура очень странная и выбивается из наших представлений. Но это еще не конец всех странностей. Пару лет назад таким же методом была обнаружена другая суперструктура, которую назвали гигантской аркой или дугой на небе. Это не кольцо, а именно что дуга. И она 3,3 миллиарда лет в длину. А это 1,14 радиуса наблюдаемой Вселенной. Эта дуга тоже не вписывается в современные теории. Но вот главный подвох. Обе структуры находятся в одной области на небе, между Валопасом и Ковшом Большой Медведицы. Здесь отмечено их расположение. Ко всему прочему они находятся еще и на одном и том же расстоянии. Еще можно статистически допустить существование одной такой аномальной структуры на объем наблюдаемой Вселенной. Но чтобы их было две. Да еще и рядом. А может они вообще являются частями какой-то одной, еще большей и еще более странной структуры. Да, если тут еще одно кольцо откроют и получится мега-смайлик из галактик, я поверю, что это суперинопланетяне галактиками играются. Ладно, а если серьезно, есть ли у ученых версии, чем эти структуры могут быть? Давайте пока сфокусируемся на Большом Кольце. Была версия, что Кольцо — это след от барионных акустических осцилляций, или сокращенно БАО. В 139-м острообзоре я уже рассказывал о другой структуре из галактик, которая может быть следом от БАО. Кратко напомню, что в течение первых сотен тысяч лет существования Вселенной она была больше похожа не на нынешний пустой космос, а скорее на недра звезды. Повсюду был плотный суп горячей плазмы. В этой плазме распространялись колебания, те самые осцилляции. И когда Вселенная достаточно расширилась и остыла, чтобы свет уже мог спокойно летать по ней, в веществе эти колебания должны были как бы отпечататься. Они расходились сферически, а значит сейчас в распределении вещества мы можем найти области с чуть большей плотностью по форме, напоминающей пузыри. Недавно я как раз рассказывал об обнаружении такого пузыря из галактик. По первой визуальной ассоциации здесь это объяснение тоже напрашивается. Форма достаточно правильная, но... Во-первых, проблема в том, что кольцо... Оно именно что кольцо. А след от Бао должен иметь сферическую форму. Затем сегодня считается, что у пузырей от Бао должен быть определенный предельный размер. И кольцо для этого слишком большое. Вроде бы пузырь, о котором я рассказывал раньше, тоже около миллиарда световых лет в поперечнике. Но... Опять же он находится намного ближе к нам. В более сильно расширившейся вселенной. В общем, вариант с Бао от Мели. Еще одна идея связана с космическими струнами. Не микроскопическими струнами из теории струн, а с гипотетическими гигантскими струнами, которые являются одной из разновидностей топологических дефектов. Дефектов или своеобразных складок в самом пространстве времени, которые могли образоваться в первые мгновения существования Вселенной. Эти гигантские объекты тоже могли бы оставить след в распределении вещества во Вселенной. Я о таких штуках тоже делал отдельное подробное видео. Правда, до сих пор не было обнаружено каких-то уверенных следов существования космических струн и других дефектов. И вот это кольцо в теории может быть таким следом. Ну и еще интригующая мысль заключается в том, что эти структуры таки указывают на неполноту, а может быть даже на ошибочность наших современных теорий и на необходимость новой физики. Но для столь радикальных выводов надо еще все сто раз перепроверить и провести дополнительные наблюдения и исследования. Ну то вдруг это всего лишь ошибка. Вот нам регулярно рассказывают о том, что астрономы нашли астероид, который может упасть на Землю. Но в этот раз это действительно так. Даже определили, где он должен упасть, над Германией. Шанс на столкновение 100%. Когда же он упадет? А, он уже упал. С этого и начнем космическую подборку. Судя по тому, что вы ничего не слышали о космической катастрофе, вы уже наверняка догадались, что астероид был небольшой. Около одного метра в диаметре. Обнаружил его охотник за астероидами Кристиан Шарнецкий. С помощью 60-сантиметрового телескопа. Далее в НАСА быстро рассчитали траекторию и сделали предсказание, когда и куда он упадет. Ну, яркий метеор был заснят на видео. Возможно, даже некоторые осколки долетели до Земли. Между открытием и входом в атмосферу Земли прошло всего три часа. И это восьмой раз в истории, когда такое открытие было сделано перед падением. Обычно объекты такого и даже большего размера, как, например, Челябинский, который был около 20 метров в поперечнике, падают без предупреждения. Ведь мы до сих пор не открыли 99% объектов меньше 30 метров в поперечнике. В 2019 году мир увидел первое изображение черной дыры. Ужас, уже 5 лет прошло. Изображение, может, и не было таким впечатляющим, как этого хотела публика. Многие по незнанию ждали что-то такое, а увидели такое. Но событие, безусловно, историческое. Изображение подтвердило предсказание общей теории относительности, и мы увидели то, что ученые ожидали увидеть. Тень черной дыры и яркое кольцо вокруг. Тогда говорили, что следующим шагом было бы сделать не отдельный кадр, а целое видео. Но задача эта непростая. Одно-то изображение делается очень долго. После еще было опубликовано изображение уже нашей черной дыры в центре Млечного Пути. А теперь группа телескопа Горизонта События опубликовала новое изображение той же самой черной дыры в центре галактики М87. Только сделано оно было на год позже, и с еще одной дополнительной обсерваторией, включенной в сеть. Во-первых, это новое изображение, опять же, работает как подтверждение предыдущему и теории Мейнштейна. Потому что мы увидели примерно такую же картину, но на совершенно новых данных. А во-вторых, мы увидели динамику. Изменилась яркость участка, и самый яркий участок сдвинулся на 30 градусов. Что тоже было предсказано. Ну а марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию. С аппаратом все еще есть связь, но снимки показывают, что его лопасти повредились в последних полетах, ну и больше летать он не сможет. Отлетал он на Марсе 72 полета вместо запланированных пяти. И свою миссию выполнил. Доказал, что принципиально такие полеты в слабой марсианской атмосфере возможны. Где все двойные планеты? Вот представьте себе. Смотрите вы ночью на небо, а там вместо Луны целая планета, похожая на Землю. В четыре раза больше Луны в диаметре. Может даже с атмосферой и океанами. Кажется, что эта идея не звучит такой уж фантастической. Ну и совсем не обязательно, чтобы на второй планете были такие же условия, как на Земле. Ну вот, просто если взять ситуацию, при которой вместо Луны просто было бы тело побольше. Что тут такого экстраординарного? Но при всем при этом, при всей кажущейся простоте, двойные планеты пока являются невероятно редким явлением. Тем более, что мы знаем полно двойных звезд, и их чуть ли не больше, чем одинарных. Какой-то парадокс. В зависимости от того, какое определение двойной планеты использовать, может получиться так, что мы вообще ни одной во Вселенной не знаем. О двойных планетах я уже говорил, когда мы разбирались в том, можно ли нашу систему Земля-Луна назвать двойной планетой. Но вот если мы заглянем подальше, где все двойные планеты? Могут ли они вообще существовать? И как они должны формироваться? Во-первых, вспомним, что у нас тут еще на этапе определений проблемы. Даже к официальному определению просто планеты есть вопросы. А вот официального, ну то есть сформулированного Международным Астрономическим Союзом определения «двойная планета» не существует. Но есть и, скажем так, неофициальные критерии, например, критерий от массы. Двойной планетой можно назвать два планетарных тела, которые обращаются вокруг общего центра масс, если соотношение их масс примерно один к одному. Ну или почти равно. Если два планетарных тела одинаковы по массе, то тут действительно сложнее будет сказать, кто из них планета, а кто спутник. Если следовать такому определению, то становится понятно, почему такие системы могут быть редкими. Каким бы ни был механизм формирования системы, шанс на то, что в ней окажутся два тела одинаковых по массе, крайне не велик. Может, они и существуют, но их мало. Тут, кстати, опять можно вспомнить сравнение с двойными звездами. Там мы массу как критерий не используем, потому что с определением, что такое звезда, у нас особо проблем нет. Если это объект в основном из водорода и гелия, достаточно массивный, чтобы поддерживать в ядре постоянные термоядерные реакции, то это звезда. И когда их две в одной системе, какой бы массы они ни были, хоть одна красный карлик, а другая массивная голубая звезда, это двойная звезда. В общем, по такому критерию нам неизвестно ни одной двойной планеты во всей Вселенной. Ну, по крайней мере, пока. Луна хоть и очень крупный спутник в сравнении со своей планетой и всего в четыре раза меньше Земли в диаметре, по массе она в восемьдесят один раз меньше. Многие, наверное, вспомнят, что ближе всего в Солнечной системе к этому критерию Плутон и Харон. Харон всего в два раза меньше Плутона в диаметре, а по массе в девять раз меньше. Что уже не восемьдесят один, но все еще достаточно далеко от соотношения один к одному. Но наша Солнечная система небольшая, а вот за ее пределами мы нашли уже тысячи планет. Может, там есть чего интересного? Эээ, не особо. Мы ведь до сих пор уверенно не нашли даже ни одного спутника экзопланеты. Была пара кандидатов, но к ним изначально были вопросы, а вот в последнее время в этих находках все больше сомневаются. Хотя кое-что интересное есть не среди классических планет, которые двигаются по орбитам вокруг звезд, а среди планет или субзвездных объектов-странников. Это те, которые сами по себе летят по галактике, не обращаясь вокруг звезд. Там, правда, известные примеры — это не две землеподобные планеты, а все планеты-гиганты или коричневые карлики. К примеру, есть система вот с таким названием, где масса одного компонента — 25 масс Юпитера, а другого — 14. Это еще не звезды, но скорее уже ближе к коричневым карликам. Тут соотношение масс не один к одному, но примерно к двум. Есть система, где одно тело — 18 масс Юпитера, а другое — 10. Здесь примерно такое же соотношение — один к двум, и второе тело уж прям планета. Еще недавно было исследование, в котором с помощью телескопа Джеймс Уэбб В таких местах, как Туман Настериона, нашли немало объектов-странников планетарной массы в двойных системах. Но вот в системах у звезд с подобным пока не густо, тем более планет землеподобных. Конечно, не стоит исключать, что, возможно, мы их просто пока не нашли, из-за ограничений наших современных телескопов и методов поиска. Еще один критерий менее строгий — это критерий отбора центра или центра масс. Если центр масс — точка в пространстве, вокруг которой обращаются оба тела, находится не внутри более массивного тела, а за его пределами. Некоторые предлагают называть такую систему двойной планетой. По этому критерию система Земля-Луна не проходит, а вот Плутон-Харон проходит. Правда, учитывая, что сейчас Плутон планетой-то не считают, может, это скорее двойная карликовая планета. В общем, поскольку официального определения нет, давайте пока будем говорить в общих чертах о двух объектах планетарной массы и чтобы их массы не так сильно отличались. Мы уже выяснили, что нам такие системы пока толком неизвестны. Но могут ли они существовать в принципе и как они формировались бы? На эти темы есть некоторые научные исследования. Как двойная планета может сформироваться? Есть несколько сценариев. Во-первых, это ударное формирование. Модель, которая сегодня считается основной для формирования Луны. Когда в Землю врезалась другая планета, и из осколков, выброшенных на Орвиту, образовалась Луна. Считается, что также сформировалась и система Плутон-Харон. Это, кстати, отличает эту и нашу систему от большинства других планет и спутников в Солнечной системе. Вполне можно допустить, что при таком ударном формировании получившиеся тела будут еще ближе по массе друг к другу, чем Плутон с Хароном. Далее в околопланетном диске может просто изначально сформироваться не одно центральное тело, а два, сравнимые по массе. Ну и еще есть гравитационный захват. Две планеты могут сформироваться независимо в протопланетном околозвездном диске. И на ранних этапах существования планетной системы, пока планеты еще активно мигрируют, две планеты могут оказаться поблизости и образовать двойную систему. Вот только могут ли? А вот это можно проверить с помощью научных компьютерных симуляций, и ученые уже это делали и не раз. Например, недавно выходило исследование, в котором ученые проверяли ряд симуляций, в которых они варьировали число и тип планет в системе и другие параметры. Моделировали полтора миллиона лет эволюции системы. А главное, еще они учитывали приливные силы, через которые два тела, оказавшиеся поблизости, могут терять энергию. И результаты симуляции показали, что двойные планеты могут появляться не так уж и редко. В каждой десятой системе. В других случаях планеты сталкивались или выбрасывались. Правда, в этой статье фокус был на планетах-гигантах. Если же нас интересуют планеты, похожие на Землю, то тут тоже кое-что есть. Несколько лет назад ученые проверяли возможность появления и таких двойных планет, и оказалось, что в некоторых условиях это тоже возможно. Двойная планета не должна находиться слишком близко к своей звезде, чтобы та своей гравитацией не сделала систему нестабильной. Желательно быть дальше половины астрономической единицы от звезды. А еще две землеподобные планеты могут быть достаточно близко друг к другу. Со временем обе планеты должны попасть в приливный захват. То есть смотреть друг на друга всегда одной стороной. Не как Земля с Луной, где только Луна на Землю всегда смотрит одной стороной, а Земля на Луну нет. А как Плутон с Хароном. И даже возможно, что такие системы могут оставаться стабильными в течение миллиардов лет. Очень интересно пофантазировать, как вообще планеты в такой системе были бы пригодными для жизни и к чему бы это привело. Например, на обеих бы появилась жизнь, и до появления разумной цивилизации, если бы она развивалась независимо, как бы это выглядело. И, например, на одной планете появилась бы развитая цивилизация, и впервые полетела бы изучать жизнь на соседке, которую они до этого наблюдали издалека в течение тысяч лет. Это как когда-то мы думали, что чуть ли не развитые цивилизации могут быть на Луне и Марсе, но потом обломались. А жаль. Ученые обнаружили неведомый объект, который то ли необычная черная дыра, то ли странная нейтронная звезда. А может это что-то другое, принципиально новое? Вот представьте, вам нужно найти черную дыру. Куда вы пойдете? Ну, если вам нужна огромная черная дыра, то лучше всего пойти в центр галактики, конечно. Ведь, как мы знаем, в центрах почти всех галактик должны быть сверхмассивные черные дыры. Но если вам нужна маленькая черная дыра, звездная, то тут неплохим вариантом будет поискать в шаровом скоплении. Поскольку сами по себе черные дыры черные, ну то есть они не испускают излучение, которое мы способны были бы зарегистрировать. Обнаружить, например, одиночные черные дыры сложно. Особенно если они еще и достаточно изолированы, и поблизости нет или очень мало вещества. Но все же это невозможно. Уже были найдены кандидаты в черные дыры одиночки с помощью гравитационного линзирования, когда черная дыра проходит перед далекой звездой и на короткое время усиливает свет фоновой звезды, действуя как линза. Правда, такое событие еще надо поймать. Проще, когда поблизости с черной дырой есть что-то еще. Например, какой-то объект-компаньон. Первым серьезным кандидатом в черные дыры был объект Лебедь-Экс-1. Это мощный источник рентгеновского излучения, а если еще точнее, это рентгеновская двойная. Часто это двойная система, в которой мы видим один компонент, и есть еще один невидимый, компактный, но массивный объект, который перетягивает на себя вещество звездного ветра от компаньона или непосредственно вещество звезды. При этом он разогревает это вещество до огромных температур, в результате чего периодически вырабатывается мощное рентгеновское излучение. Отсюда и название рентгеновские двойные. Этими компактными компаньонами могут быть нейтронные звезды или черные дыры. И определить, с каким именно объектом мы имеем дело в конкретном случае, могут помочь, например, измерение массы. Ну так вот, возвращаясь к поискам черных дыр. В шаровых скоплениях маломассивные рентгеновские двойные встречаются намного чаще, чем в среднестатистических регионах галактики. Если сравнивать один и тот же объем пространства, их там в тысячу раз больше. Соответственно, и на черную дыру, которая вам почему-то понадобилась, наткнуться будет проще. Авторы новой статьи, которая вышла в журнале Science, изучали как раз шаровое скопление NGC 1851. Вот оно красивое на снимке телескопа Хаббл. Находится оно от нас на расстоянии в 40 тысяч световых лет. В рентгеновских двойных могут появиться миллисекундные пульсары, нейтронные звезды, от которых мы получаем периодические сигналы, и которые при этом очень быстро вращаются сотни и сотни раз в секунду. Авторы исследования искали в этом шаровом скоплении такие пульсары с помощью мощной радиообсерватории Миркэт, расположенной в Южной Африке. И среди изучавшихся объектов особое внимание ученых привлек пульсар PSR-J0514-4002-I. Это нейтронная звезда, которая очень быстро вращается вокруг своей оси. За одну секунду она делает почти 179 оборотов. Мало того, что такие пульсары очень быстро вращаются, так еще и делают они это очень стабильно, из-за чего их часто сравнивают с высокоточными часами. При этом пульсары, как и все во Вселенной, не сидят на месте. Они движутся, и их движение может повлиять на характер сигналов, которые к нам приходят. И вот точно измеряя эти сигналы, можно получить информацию в том числе и о движении пульсара. И в данном случае эти измерения показывают, что пульсар не один, и он является частью двойной системы, которой он вместе с другим объектом двигаются вокруг общего центра масс. Один круг по орбите он совершает примерно за семь с половиной дней, а второй объект компактный и невидимый. Как мы уже сказали, из компактных объектов тут у нас два очевидных варианта. Первый — это нейтронная звезда. Но тут проблема в том, что никакого излучения от второго компонента системы ученые пока не увидели. Есть, конечно, возможность того, что это нейтронная звезда, но не пульсар. Но еще возможно, что это черная дыра. И вот тут уточнить нам помогли бы измерения массы. Потому что и теории формирования, и наблюдения говорят о том, что и те, и другие типы звездных остатков должны иметь определенные массы. Мы сегодня говорим о черных дырах звездной массы. Ну и, как мы знаем, основной механизм формирования — это коллапс ядра массивной звезды. Когда массивные звезды погибают и вспыхивают сверхновой, после может остаться остаток в виде нейтронной звезды, либо, если звезда очень массивная, может появиться сразу черная дыра. Еще есть вариант, при котором есть промежуточный этап в виде коллапса в нейтронную звезду, которая затем коллапсирует дальше в черную дыру. Понятно, что тут на самом деле очень много нюансов, это очень в общих чертах. Один из главных моментов, который эти два сценария разделяет, это масса. Какое-то время после гибели звезды может существовать нейтронная звезда, но, набрав массы от звезды компаньона, или столкнувшись с другой нейтронной звездой, она может преодолеть предел по массе и схлопнуться дальше в черную дыру. Ну так вот, масса нейтронных звезд обычно находится в диапазоне от 1,17 до 2,2 солнечной массы. Самая массивная известная нейтронная звезда обладает массой в 2,35 массы Солнца. И ее уже трудновато объяснить. А вот черные дыры звездной массы обычно начинаются от 5 солнечных масс. Был кандидат в черные дыры примерно в 3,5 солнечной массы, но, во-первых, это кандидат, а во-вторых, там большая погрешность. Короче, в основном начинаются от 5. Ну и возникает вопрос. Если у нас по мере повышения массы после нейтронной звезды следующий этап черная дыра, и есть определенный предел, после которого нейтронная звезда становится черной дырой. Почему нейтронные звезды заканчиваются где-то на 2,2 солнечной массы, а черные дыры начинаются с 5 солнечных масс? А что между? Это называют пробелом по массе черных дыр. И вопрос, где объекты в этом пробеле, действительно очень интересный. Пока было известно всего лишь пару кандидатов. Но вернемся к нашей системе в шаровом скоплении. Изучая сигналы от пульсара, ученые смогли определить массу. Но не каждого компонента в отдельности, а всей системы в сумме. И она с достаточно высокой точностью составляет 3,887 солнечных масс. Но вот так же точно определить массу второго невидимого компонента пока не получается. Модели и расчеты говорят о том, что его масса должна быть не меньше 2,09 массы Солнца. Но в максимуме она должна быть 2,71 сотую солнечной массы. Если значение минимальное, то это одна из самых массивных известных нейтронных звезд. Если же ближе к максимуму, то объект превышает теоретический предел по массе для нейтронных звезд, но все равно меньше других известных черных дыр. И получается он попадает в пробел по массе. И тогда это самая легкая известная черная дыра. В общем, с какого конца ни посмотри, объект необычный. Как он появился? И тут нам дает подсказку место, в котором это все происходит. Шаровое скопление. Там звезды гораздо ближе друг к другу, и они достаточно часто взаимодействуют. Системы могут звезды терять и захватывать, и звезды сталкиваться. Собственно, там могли столкнуться две менее массивные нейтронные звезды. И схлопнуться при этом в черную дыру. В результате мы получаем черную дыру, которая значительно меньше по массе тех, что обычно образуются при гибели массивных звезд. Также коллапса могло не произойти, и тогда мы имеем просто более массивную, чем обычно нейтронную звезду. Ну и всегда остается возможность, что это вообще ни то, ни другое. Какой-то экзотический объект. В принципе, у ученых есть немало идей о других гипотетических объектах, о некоторых из них я уже рассказывал. Всякие там звезды темной материи, бозонные звезды, гравостары и так далее. Ссылку на видео о них оставлю в описании. Ну и чем бы в итоге эта неведомая зверушка не была, она, летая по скоплению, могла наткнуться на наш пульсар, выкинуть при этом его старого компаньона и занять его место. И в итоге мы получаем такую странную систему. Система эта интересна не только необычными свойствами объекта, но еще и тем, что в дальнейшем ученые могут использовать ее для дополнительных проверок общей теории относительности Эйнштейна. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам нравятся мои видео, то вы меня можете поддержать напрямую. Например, на Boosty есть ссылка в описании. А еще можно меня поддержать на Патреоне и прямо здесь на Ютубе. Для тех, кто таким образом меня поддерживает, каждые две недели я записываю дополнительное эксклюзивное видео. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы почти каждый день получать дополнительный космический контент и всегда оставаться на связи. Еще раз всем спасибо. Пока.